В мировом рейтинге он опустился на 41-ю строчку, потерял, естественно. Возик ведет со счетом 3-1 по партиям и, по всей видимости, сможет обеспечить себе выход в полуфинал. Ну и остается еще раз проанонсировать трансляцию вечернюю, потому что встреча Самсонова с Болом, в полуфинальный матч, это будет, конечно, может быть, даже ярчайшее событие всего чемпионата. Да, скорее всего, так и будет. Я думаю, что финал будет не столь интересен, как встреча этих двух, ну, самых великолепных европейских теннисистов. Ну, а мы смотрим концовку, наверное, встречи всей. Все-таки не упустит Торбен Возик победу. Хоть он и проигрывает 7-8, вот уже 8-8. Тихо-тихо так взял и догнал француза, хотя тот вел 3-4 мяча все время в четвертом сете. В пятом сете, простите. Ну и на подаче немец. Кстати, Возик, у него это будет первый, по-моему, выход в квартет сильнейших на европейских чемпионатах. Он уже владеет медалями, но в командном зачете за свою довольно продолжительную спортивную карьеру на Европах выступал. Поскольку матчи за третье место не проводятся, это уже большущее достижение. Тайм-аут взял француз. Ну, что-то сейчас он придумает, наверное. Кстати, обратите внимание, дорогие друзья, на чемпионате мира очень много теннисистов, которые вышли в решающую стадию, которые играют левой рукой. Чрезвестный факт, что такой спорный, конечно же, что люди, которые все делают левой рукой, гораздо талантливее, чем правши. Ну, сейчас эту аксиому будет опровергать Торбен Возик. Хотя нет, простите, он тоже же левша, конечно же. Тогда он будет эту аксиому подтверждать. Кто более талантливый просто, да, из забравшихся левшей. Торбен Возик, кстати говоря, мог завершить этот розыгрыш в свою пользу. Тут чуть-чуть, чуть-чуть мяч улетел за стол. Если бы подставил чуть увереннее, я думаю, завершил бы матч в свою пользу. Тем не менее, второй матч-поинт. Ох ты, какой прием продемонстрировал немец. Ну и вот так когда-то радовался Жан-Филипп Гатьен, выиграв чемпионат мира. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!